Несколько коротких новостей в нашей рубрике «Коротко о важном». Инспекторы Госадомтехнадзора обнаружили в городе Лобня места складирования снега на территориях для этого не предусмотренных. С начала года возбуждено 17 административных дел. Нарушителей оштрафовали на 142 тысячи рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорной деятельности на территории городского округа Лобня инспекторы Госадомтехнадзора зафиксировали большое скопление снежных масс в микрорайонах Катюшки, Букина и Южной. Снежные массы, собранные при уборке территорий, не вывозились на снегосвалки, а складировались в неположенных местах. На сегодняшний день большая часть предписаний исполнена, остальные же находятся на контроле у инспекторского состава. Повернуться или не повернуться? Стася Федорова принимает участие в проекте «Голос 4». Еще осенью прошлого года ученица школы номер 5 достойно прошла кастинг телевизионного шоу первого канала «Голос дети 4» и допущена к слепым прослушиваниям. Хочу поздравить в первую очередь родителей, вас, уважаемые родители, с тем, что у вас такие замечательные, талантливые дети. Начиная с 17 февраля мы сможем поболеть за нашу юную землячку Федору Стасю. Репетиций сегодня как никогда много, но Стасе не привыкать. Она родилась в творческой семье и с удовольствием много и упорно занимается. Мы не раз показывали, как Стася со своей семьей выступает на сцене в музыкальной школе или в городском парке. Кстати, старший брат Стаси Глеб сейчас несет службу в военно-морском флоте России в далеком Балтийске и будет болеть за сестренку вместе с моряками гвардейского корвета «Сообразительный». Как стало известно редакции, помимо пения и подготовки к шоу «Голос» Стася осваивает профессию радиоведущей, снимает блоги и является участницей популярного проекта для самых маленьких. Уже не раз будила детишек ранним утром вместе с Хрюшей в программе «С добрым утром малыши» на канале «Карусель». Молодые мамы Лобни продемонстрируют свои кулинарные и творческие таланты в конкурсе «Молодая мама», который пройдет 18 марта. В результате отборочного тура уже выбрано 25 кандидаток, шесть из которых пройдут финал. Победительницы конкурса будут определены в шести номинациях, а все участницы получат памятные награды. Интерактивный урок музыки с участием духового оркестра прошел в средней школе номер два. Светлый просторный актовый зал собрал на этом удивительном концерте учеников первых-четвертых классов, их преподавателей и родителей. Приобщиться к музыкальной культуре помогли музыканты духового оркестра благотворительного фонда Андрея Тишкова «Обелиск», ставшие в этот день учителями для малышей. Труба волторна, тромбон, туба, ударные инструменты. Ребята тоже приняли участие в концерте, продемонстрировав свое умение владеть инструментом. Обучение они проходят в музыкально-художественной школе. Администрация школы и образовательный центр «Мечта» планируют продолжить совместную деятельность по культурному и эстетическому развитию детей. В ближайших планах знакомство ребят с театральной студией. К другим новостям. Стадион «Москвич», который станет тренировочной базой на чемпионате мира в 2018 году, будет модернизирован уже в этом году. На данный момент подготовлен проект и ведется конкурсная процедура. После того, как будет определен застройщик, начнутся работы. Планируется обустроить новое футбольное поле с новым покрытием, новое административное здание и всю необходимую инфраструктуру. Более 200 человек приняли участие в борьбе за призовые места в турнире по мини-футболу. В течение двух дней в «Фоке юность» имени Галины Гороховой проходили соревнования среди образовательных школ города по мини-футболу в зачет комплексной школьной спартакиады. 14 февраля на поле вышли девушки из 10 школ. Игры проводились по олимпийской системе на выбывание. Первое место завоевали девушки из пятой школы, на втором из школы номер 8, на третьем из седьмой школы. 15 февраля на поле встретились юноши всех 12 школ. Победу в турнире одержали ребята из школы номер 9. Второе место вновь у школы номер 8, на третьем месте школа номер 2. 1 и 2 марта в борьбу вступят школьные баскетбольные команды.